Господи, Господь наш, я точу на имя Твое во всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, 24 июня, и Церковь в этот день предлагает нам, к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла Кремлина. Глава 8, стихи со 2 по 13. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла Кремлина. И, как я уже сказал, восьмая глава данного послания – это глава, которая повествует нам о жизни христианина в Духе Святом. Святые Отцы вообще называют всю восьмую главу гимном Святого Духа, Святому Духу, потому что, во-первых, здесь акцентируется внимание на действительно новозаветной жизни, на Духе Святом. И здесь говорится о Духе, упоминается Дух, больше двадцати раз. Такая концентрация, повествование о Духе Святом и вообще о духовной жизни. Итак, второй стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Очень важно здесь разобраться вот с данным отрывком, где говорится, вот в третьем стихе, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу». Итак, представьте себе, что какого-то вашего близкого родственника посадили за некое преступление в тюрьму. И вы приходите и приносите за него деньги, то есть выкуп. И говорите о том, говорите судей о том, что вы готовы выкупить его из темницы и сами готовы взять на себя вину этого человека. Соответственно, чисто антологически, то есть сущностно, вы не сотворили этого греха, и вы в нем не виноваты, но вы добровольно налагаете на себя беря этот грех. Грех, как преступление вашего родственника. Таким образом, вы искупаете грех этого человека, беря его грех на себя. Греховны, виновны ли вы в том преступлении, которое он совершил? Нет. Но вы добровольно несете последствия этого преступления на себе. В этом контексте очень важно то, что сделал Христос, и то, о чем говорится в данном отрывке. Самое важное, что здесь не ошибитесь, здесь есть неточность одна в переводе. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Греховная плоть, Христос не был в грехе, не был под грехом. Христос, как уже сказано, искупил нас. И по догматическому нашему учению говорится о том, что Христос, Он воспринял наше тело во всей полноте в подобии плоти греховной. Это вообще неверный перевод. Потому что Он приводит нас к мысли о том, что Христос был греховен. Что Он тоже сотворил вот это преступление, как наш родственник. Но нет, на Него не распространялось действие греха. Он воспринял, как говорят святые отцы, неукоризненные страсти. То есть Он голодал, Он жаждал и так далее. Замерзал, Ему было жарко. Но Он не воспринял страсти греховные. Он не был грешным человеком. То есть как раз таки Он и принес за нас эту жертву судье. Он выкупил нас у суда греха. Таким образом, как закон ослабленной плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего в плоти, Он действительно воплотился, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И здесь дух должен стоять с большой буквы. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. И дальше говорится о том, что такое жизнь в духе. Жизнь по плоти, жизнь человека плотского, который живет под законом, это жизнь человека во грехе. Но Христос нас искупает, выкупает из рабства греху, выкупает нас из вот этого нашего временного пребывания под гнетом греха и осуждающего нас закона. И мы наделяемся духом, но от нас зависит, должна вера и важно действие нас по этому духу. И как раз таки в дальнейшем, в 5 стиха, апостол Павел противопоставляет жизнь в плоти и жизнь по духу. Помышление плотские – суть смерти, а помышление духовное – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, опять же таки с большой буквы должно быть, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Итак, очень важное замечание. Кто не имеет духа Христова, тот и не его. Мы принадлежим Христу. Духа Святого мы можем стяжать через веру. Нет ничего такого, что мы могли бы сделать и стяжать Святой Дух, какое-то действие. Только если мы уверуем во Христа, в то, что Он воскрес, умер за нас, вознесся и даровал нам Дух Святой. Если мы в это веруем, то Бог может нам послать, и мы начнем изменяться. Покаяние – это как раз таки и есть изменение своей жизни в контексте нашей веры в то, что сделал для нас Христос. Поэтому апостол Павел пишет в послании Галата, например, что когда Галаты решили, что нужно сперва исполнять заповеди, то есть какие-то внешние вещи, типа обрезания, какие-то ритуальные омовения и так далее. Он говорит, ну как? Почему вы это делаете? Вы же приняли Святого Духа, вы крестились во имя Христа. Перед вами как будто был начертан крест Христов, вы видели распятого Господа. И вы поверили, и апостол Павел свидетельствует о том, что они приняли Святого Духа. И он говорит, как же так? Вы начали Духом, окончаете плотью. Поэтому первично, конечно же, наше обращение к Духу Христовому, чтобы нам жить по Духу. И весь опыт Святоотеческий говорит нам об этой жизни в Духе Святом. Поэтому настолько богатая и разнообразная жизнь святых отцов, жизнь святых вообще, различные подвиги, как они вдохновлялись и по сей день вдохновляются. Поэтому ищите Духа Божия, дорогие братья и сестры, в Святом Писании, в нашей жизни творите добрые дела, творите заповеди Христовы о любви к ближнему и к Богу. Всем радости, о воскрешенном Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова